Мы не собираемся вводить танки в Киев. Послушайте, Украина независимое государство с 91-го года. Украина от России кроме добра ничего больше не видела. С 91-го года. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Поэтому разговоры о войне, не войне и так далее полезут, получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Поэтому придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам. Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем. И Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня, а потом падение города. Уничтожило за пару дней. Катастрофа в СУ в районе Киева. Осталось буквально несколько дней. Как вы знаете, танки на подходе к Киеву. Уже танки в Киеве, они рассказывают о сгоревшей вате, о перемогах. Под Верховной Радой мы увидим зеленых человечков, ну может через полчаса. Сутки еще будут продолжать. Да, еще я думаю, да, процесс идет. Танки уже возле Киева. Третье, пятое, максимум 8 марта уложатся. Зачистка Харькова будет завершена завтра. В следующей неделе закончатся военные действия. Все решится в ближайшие два-три дня. Одесская область, она уже не б***ь. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Кибервойска воюют, разведка воюет, целеуказания дают, стратегические операции разрабатывают, оружие поставляют, все ВПК работает, космические войска работают. То есть, ну хорошо, но они используют в качестве, там, пехоту Украину. Но все остальное-то-то их. А спецоперация провалилась с треском. Где-то спустя несколько дней. И она не могла не провалиться. Поскольку я об этом уже говорил, я вынужден еще раз повторить, извините, вот свой постулат, который я считаю абсолютно верным. А те, кто будет с ним не согласен, или кто хочет предъявить мне претензии, ну это ваше дело. Спецоперация, вообще вся эта военная компания, если так можно вшире взять, да, то есть, она базировалась на изначально гнилом фундаменте. Даже не гнилом, просто без фундамента была. На самом деле, цель, которая Путиным была поставлена по поводу демилитаризации Украины, она же на самом деле достигнута была еще в апреле и в мае, если честно. То есть, она базировалась на представлении руководства Российской Федерации о том, что Украина осталась в тех же самых лекалах, в которых она была в 2014. То есть, большинство людей за Россию? Большинство людей внутренне за Россию. Что большинство чиновников готово в любой момент перебежать на сторону Российской Федерации, если им предложат остаться на местах или предложат больше денег. А что военные либо не будут воевать, либо будут переходить на нашу сторону. Все получилось с точностью да наоборот. Как умудрились? То есть, крымская ситуация или донецкая ситуация лета-осени 2014 года. Естественно, на основании подобной оценки оперативной обстановки был создан план военных действий, военной операции, который заключался в том, чтобы быстро бежать во все стороны, не оглядываясь на тылы, в которых все будет нормально. Быстренько добежать до Киева. В Киеве все быстренько сдадутся. В Зеленский убежит на запад, тем более, что уже там, как бы, посольства уже начали бежать. Еще до начала военной операции. Быстренько, я же не знаю, кого они там планировали, видимо, Медведчука возводят на престол. Он деноцифицирует Украину с помощью российских войск и радостно перешедших на их сторону украинских военных и чиновников. Но это еще не все. Заключаем новое газовое соглашение и добро пожаловать в союзное государство России, Украины и Беларуси. Вот примерно так я представляю себе, как планировали. Но это, я уверен, может быть детали отличаются, но в целом я уверен, что не ошибаюсь. Именно это было целью спецоперации. Результат. Вместо приветствий народа, ожесточенное сопротивление, отряды территориальной обороны в каждом населенном пункте, упорное сопротивление украинской армии, ни одной части сдавшейся вначале, ни одной части перешедшей на нашу сторону вначале, без боя подчеркиваю. Зеленский не сбежал, хоть руки у него трясли. Ожесточенные бои, утыкание, серьезные потери. И вот тут Кремль повел себя, знаете как, собака, выскочившая из подворотни, ожидая, что тот там убежит, и тут-то она его, как говорится. А когда человек или там другой оказал сопротивление, хвост, вот знаете, между ног и назад. Назад, назад, назад. Так позорно. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Людям наглолгали, дескать, все отлично, мы побеждаем, все цели достигаются и скоро дойдем до Лондона. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия, отказавшаяся участвовать в санкциях. Ну а что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться. И те, кто это отрицал, проклятые иноагенты, творцы фейков против второй армии мира и пятая колонна. Сатанисты, фашисты и нацисты. А Россия, она сегодня и там, и во всем мире защищает религиозные ценности, семейные ценности, общечеловеческие ценности. Вот, и исторически, мне кажется, что, в общем-то, и Украина, и украинцы вернутся домой, в Россию, в Великую Россию, и, соответственно, и Малороссия, и Новороссия присоединятся к нам вместе с Белоруссией. Вот такая программа. А дальше посмотрим. Штаты разжигают ненависть к России. Штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. И градус этой ненависти зашкаливает. Поэтому, фактически, сегодня идет война не столько с Украиной, сколько с таким коллективным Западом, который стоит сзади украинских солдат. Одно понимать, шведам и финнам простые вещи, что мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае. Если у нас будет война с НАТО. А если война с НАТО будет, она не будет там, понимаете, беспилотничками, она будет ядерной. И нам все равно, сколько уничтожать стран. 28 или 32. Они должны это понимать четко. У нас бы всего хватает. Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага?